Раздел «Горничные». В данном разделе мы можем формировать задание горничным, управлять состоянием номерного фонда, а также управлять видами уборок по номерному фонду. Первая закладка «Номерной фонд». В данной закладке мы видим текущее состояние номерного фонда. У нас указаны номера комнат, категории комнат и текущее состояние, какой вид уборки сейчас в данной комнате происходит, под заезд, выездная, текущая и так далее. Мы можем воспользоваться фильтрами, с помощью которых быстро фильтровать номерной фонд, который мы видим. Например, можем посмотреть все номера второго этажа, только те, которые под заезд, или же какие-то другие фильтры, которые нам более интересны. На этой закладке мы можем оперативно менять статус вида уборки. Например, выбрать место выездной уборки, генеральную или какую-то другую. Сами типы уборок система проставляет автоматически в момент проведения ночного аудита, смотрит состояние номерного фонда и в зависимости от плана настроек уборок проставляет вид уборки по каждому номеру. Для того, чтобы сформировать задание горничной, мы переходим на закладку «Задание горничной». На данной закладке у нас отображается аналогично, как и на закладке «Номерной фонд», весь номерной фонд с указанием вида уборки, а также добавляется еще время уборки. В левой части мы можем управлять правилами формирования задания горничной. Первое. Мы можем выбрать тех горничных, которые будут сегодня работать. Выбираю первую и третью горничную, между которыми будут распределены все уборки по текущему номерному фонду. Чистые номера. Включать или не включать в задание. Повышение значимости. В зависимости от этих правил, система будет распределять уборки между горничными. В зависимости можно учитывать время уборки, переходы или приоритеты по уборкам. Выставляем те правила, которые нам более интересны. Номера в задании. Если есть какие-то номера, которые уже включены в задание на уборку, данный признак означает включать эти номера в задание, в новое задание или же не включать. Статусы номеров. Можем фильтровать. Занятость номеров. Заняты, не заняты. И также дополнительные параметры по корпусам, этажам и так далее. Я выставил все нужные мне параметры. Нажимаю внизу кнопку «Продолжить». У меня открылось окно формирования заданий для горничных. Для горничной 1 и 2, которых я выбрал, сформировали задания. При этом система автоматически попыталась распределить равномерно уборки для каждой горничной. И время распределено поровну. При этом учитывалось время перехода между этажами, приоритеты уборок и статус этих уборок. Если нас устраивает все, мы просто нажимаем кнопку «Продолжить». Если мы хотим между какими-то горничными уборки поменять, ну, например, комнату 101 я хочу перенести для горничной номер 1. Я выделяю этот номер, нажимаю левой кнопкой мышки и перетаскиваю в горничной номер 1. Время уборки горничной номер 1 увеличилось, у горничной номер 3 оно уменьшилось. Если меня данная ситуация устраивает, нажимаю далее кнопку «Продолжить». При нажатии кнопки «Продолжить» для каждой горничной у нас формируется задание на уборку. И формируется сразу печатная форма. Задание сформировано в верхнем списке. И дальше пошли печатная форма. Для горничной номер 3 распечатывается задание на уборку, где указываются номера комнат, также обязательно указываются фамилии проживающих или заезжающих гостей в эти номера, для того, чтобы горничная могла ориентироваться по состоянию номерного фонда. И, естественно, виды уборок. Дополнительная горничная, где может проставлять комментарий и статус выполнения. Для горничной номер 1 сформирована аналогичная печатная форма задания на уборку. Когда задания распечатаны и роданы горничным, горничная сообщает нам статусы по выполнению данных заданий. Если горничная выполнила какое-то задание, например, убрала комнату номер 203, на закладке номерный фонд мы можем проставить, что данная комната чистая. Так мы можем проставлять по каждой комнате. Дополнительно есть возможность снятия номера с уборки через номер телефона, а также дополнительно мобильное приложение для горничных. Или же еще один вариант. Мы переходим на закладку задания на уборку. Здесь у нас отображаются те задания, которые сформированы для наших горничных. Если горничная номер 1 выполнила все задание, мы, соответственно, можем нажать зеленую галку и тем самым завершить полностью все задание. У нас появляется диалоговое окно подтверждения, где мы подтверждаем выполнение всего данного задания. Весь номерной фонд, который входил в задание горничной номер 1, стал чистым. Мы можем в этом убедиться. Для этого заходим на закладку номерной фонд, выбираем все чистые комнаты, и у нас теперь есть список из 10 номеров, которые уже чистые. Остальные номера, которые находятся в задании на уборку, горничная номер 3, они остаются еще в статусе на уборке. По тем статусам, которые там проставлены. Соответственно, на закладке задания на уборку мы можем видеть все задания на уборку для каждой горничной. Когда мы только заходим на закладку задания на уборку, у нас автоматически установлен статус отбора заданий в очереди и в работе. Но мы можем также выбрать любые другие статусы и посмотреть за произвольный период времени все статусы на уборку, которые у нас выполнялись. Вот у нас есть пул заданий на уборку, которые уже были выполнены. Мы имеем возможность зайти в любое задание на уборку архивное, посмотреть, где производились данные уборки, когда была создана эта задача, кто завершил эту задачу, а также объекты выполнения этой задачи, какие номера здесь убирались. И можем также распечатать данное задание на уборку в виде архива. Закладка обслуживания. На закладке обслуживания мы можем поставить номер на ремонт или служебное использование. Для этого в блоке обслуживания мы выбираем комнату, которую хотим поставить на ремонт или служебное использование. Выбираем тип. На ремонте номер остается в продаже, но отображается со статусом на ремонте. На ремонт не для продажи, номер исчезает из списка номеров для бронирования и продажи. На служебное использование номер остается в списке номеров для бронирования или продажи, но не участвует в загрузке. Дата начала. Указываем дату предполагаемого начала работы по этому статусу, статуса на ремонте. Дата окончания. Можем указать дату, когда мы планируем завершить данный ремонт. Если мы не знаем и указали дату, можем нажать знак бесконечности, у нас будет дата окончания удалена. Рекомендую ставить дату окончания для того, чтобы можно было планировать занятость и продажу вашего номерного фонда. Можем указать комментарий. Нажимаем кнопку «Добавить». После нажатия на кнопку «Добавить» у нас появилась строчка с статусом на ремонте по данной комнате в режиме «Ожидание». Для того, чтобы перевести из режима «Ожидание», мы нажимаем на кнопки «Редактирование». У нас есть кнопка «Начать». Нажимаем кнопку «Начать» и с текущего момента времени данный номер становится на статус «На ремонте». Когда мы ремонт данных завершим, мы заходим снова на закладку «Обслуживание», выбираем данную строчку по этому номеру и нажимаем кнопку «Завершить». После завершения номер возвращается в статус «Продажи» автоматически. Все архивные статусы «Обслуживание» мы можем посмотреть в этом же разделе. Для этого можем воспользоваться дополнительными фильтрами. Показать все завершенные или же показать все аннулированные. И таким образом увидим весь список всех статусов номерного фонда, который был у нас за весь период времени. И также можем дополнительно воспользоваться фильтром типа. Настройку раздела «Уборок» мы проводим через раздел «Управление номерным фондом» модуля «Настроек». В данном разделе переходим на закладку «Уборки», где видим список типов уборок, которые настроены в системе. По умолчанию настроены несколько типов уборок. Это чистая, текущая, подзаезд, генеральный и выездная, а также мы можем создавать дополнительные типы уборок. Посмотрим некоторые из них. Текущая. Текущая уборка, согласно правилам, которые настроены для данного типа уборки, выполняется. Первое. Автоматически. Это означает, что эта уборка должна выполняться в момент проведения ночного аудита. Ночной аудит проходит и, соответственно, данную уборку начисляет. Также у нас есть дополнительные события. При постановке на ремонт, снятии с ремонта, заезде или выезде гостя. И для автоматических уборок нам важно знать статус занятости номера. В зависимости от статуса занятости номера, система будет смотреть, подходит данный тип уборки или не подходит. В моем случае, текущая уборка срабатывает автоматически при проведении ночного аудита, когда номер проживает. Если номер под заезд, соответственно, он срабатывает автоматически в момент проведения ночного аудита, когда номер на заезде. Уборка выездная срабатывает автоматически, когда номер на выезде и, соответственно, срабатывает данная уборка. А также есть дополнительный статус. Если мы нажимаем кнопку «Выезд гостя», система тоже проставит данный вид уборки по этому номеру. Это необходимо, если у нас гость выезжает досрочно и мы не планировали ночным аудитом проводить выездную уборку. Тогда в этот день система доначислит этому гостю выездную уборку вместо той, которая была сформирована ранее. Например, была текущая уборка сформирована или текущая со сменой белья. Текущая со сменой белья в данном случае не отличается ничем от текущей. Она выполняется автоматически, если номер проживает и управляется уже в зависимости от приоритета, который настраивается на закладке «Нормативы уборок». Закладка «Нормативы уборок». Здесь разделено по категориям комнат. Для каждого вида уборки мы настраиваем определенное правило. Мы настраиваем, сколько времени будет проводиться данная уборка. Далее, сколько дней прошло с момента предыдущей уборки, если эта уборка была начислена. Дополнительный реквизит от даты заезда. Если нам нужно начислять уборку через сколько-то дней от даты заезда. Например, это может касаться уборки со сменой белья. Или же до даты заезда мы можем тоже проводить определенную уборку. Значимость. Чем выше значимость, тем более высокий приоритет у данной уборки. Соответственно, если у меня текущая со сменой белья и текущая имеют одинаковые правила, но значимость у текущей со сменой белья более высокая, соответственно, система в момент проведения ночного аудита у меня увидит, что можно начислить обе уборки. Текущую и течкущую со сменой белья. Но начислят именно текущую со сменой белья в зависимости от значимости. Таким образом, мы настраиваем полностью планы уборок и также нормативное время выполнения, которое у нас участвовало в формировании задания для горничных. Далее мы можем добавлять список горничных. Это делается следующим образом. Заходим в раздел персонал. Добавляем здесь горничную. Указываем фамилию. Сокращение обязательно. Логин для входа. Обязательно необходим пароль. Данная горничная не будет иметь доступ в систему, но она будет участвовать в определенных событиях системы. Затем указываем роль горничная. И обязательно проставляем доступ к отелю. В каком отеле будет проводить уборки эта горничная. Нажимаем кнопку добавить. У нас успешно выполнилось событие добавления горничной. Горничная номер 4 у нас добавлена. Дальше заходим в модуль секретарь. Раздел горничные службы. Здесь у нас есть настроена служба. Горничная. Выбираем ее для редактирования. И дальше мы должны добавить эту горничную в список исполнителей. Открываем список исполнителей. Выбираем горничную. Нажимаем кнопку добавить. У нас добавилась строчка по горничной номер 4. Мы можем указать корпус, в котором будет работать данная горничная. Не выбранная, это означает, что она будет работать по всем корпусам. Или же конкретный корпус, который мы можем назначить. А также можем ограничить по этажу. Указать на каком этаже будет работать эта горничная. И нажимаем кнопку сохранить. Наша горничная успешно добавлена. Можем проверить. Заходим в базовый. Горничные. И на закладке «Загадание горничных» у нас отобразилась уже горничная номер 4. Спасибо за внимание. Переходите на наш сайт по ссылке в описании и получите еще больше полезной информации.